Утешительный диагноз. С начала года смертность Кировской области от сердечно-сосудистых заболеваний сократилась в 2,5 раза. Достигнуть такого результата удалось во многом за счет развитой сети сердечно-сосудистых центров. С работы регионального центра сегодня лично познакомился полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Подробности у Кирилла Алькова. Ставка на оперативность и касание экстренной медицинской помощи тяжело больным себя, конечно, оправдала. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2,5 раза, по мнению экспертов, еще не предел. Когда счет идет на секунду, возможность доставить пациентов в кратчайшие сроки в учреждении с высокотехнологичным оборудованием играет едва ли не главную роль. Всего в нашем регионе на сегодняшний день работают 4 сердечно-сосудистых центра. Два в Кирове и по одному в Советске и Слободском. Центры буквально напичканы современным оборудованием. Везде установлены компьютерные томографы, аппаратура для поддержки дыхания и анестезии. Оборудование для реабилитации. Для регионального сосудистого центра закуплены два магниторезонансных томографа и многое другое. Ставка сделана на оперативность лечения больного. Снова ставится диагноз геморрологический, инсульский или ишемический, потому что разное лечение совершает на происшествии пациентов. Ну и, соответственно, в разных отделениях происходит лечение. На свещении много говорили о ходе программы по модернизации здравоохранения. По словам Полпреда, основную задачу регионы Приволжского федерального округа на данный момент уже выполнили. Заключены многомиллиардные контракты с поставщиками лекарственных средств. Полным ходом идет капитальный ремонт лечебных учреждений. Федеральные средства уже освоены более чем на 60%. Но есть и много минусов, о которых тоже нужно честно сказать. Это и недобросовестные подрядчики, которые не успевают в срок выполнить соответствующие работы в какой-то степени строительный комплекс или местные организации, которые особенно работают на уровне районов, муниципальных образований, оказались не готовы к такому объему работ и к такому качеству работы, к тем требованиям, которые выдвигаются по качеству. Безусловно, есть проблема с поставщиками медоборудования, потому что, ну, сами посудите, в двухгодичный период страна запопила гигантский объем медицинского оборудования. Поэтому, конечно, есть те поставщики, которые этим злоупотребили и не того качества, что это недокомплектово направлено поступает. Отдельно полпред сделал акцент на проблеме лекарственного обеспечения. Причем Михаил Бабич сразу оговорился. В округе нет дефицита лекарств. Скорее, речь идет о повышении качества и снижении цены на узкоспециализированные лекарственные препараты. Некоторые подвижки в этом отношении уже есть. В Слободском власти решились на уникальный эксперимент. Больные с хроническими диагнозами, которые не попали в категорию льготников, теперь смогут претендовать на получение препаратов. Плата составит лишь 10% от стоимости лекарства. Здесь будет эксперимент. Минздрав, соответственно, будет смотреть и по итогам эксперимента, сделать свой расчет, обоснование. Может быть, эта практика будет действительно достойна того, чтобы ее реализовать на операльном уровне. Мы этот проект позиционируем как пилотный, который реализуется за счет средств именно областного бюджета. Мы заинтересованы в том, чтобы результаты действительно можно было посмотреть и анализировать как можно быстрее. То есть в этом плане Слободской и Слободской район, то есть это два у нас муниципальных образования, будет участвовать город Слободской и Слободской район. Достаточно, с одной стороны, репрезентативная, достаточно большая территория. То есть мы понимаем, у нас есть гораздо более мелкие муниципальные образования. И достаточно хорошая база именно медицинская. Учитывая ту скорость, с которой развивается сеть лечебных учреждений, не могла не зайти речи о кадрах. Медучреждениям нужны высококлассные узкоспециализированные специалисты. В большей степени дефицит ощущается, конечно, на селе. По мнению Полпреда, изменить ситуацию сможет только активное развитие инфраструктуры. Когда мы хотим молодого специалиста отправить в сельскую глубинку, в сельскую местность, мы должны не забывать, что по Конституции, по российским законам, мы как власть, как государство должны обеспечить его соответствующими правами. Право на жилье, право на труд, право на воспитание, на образование детей и так далее. Если там этого пакета нет и государство его обеспечить не смогло, то очень сложно обязать молодого специалиста выполнить свои обязательства, в том числе финансовые, за обучение. И вот здесь начинается такой диалог не очень лицеприятный между работодателем и, соответственно, потенциальным работником. И вот каких-то таких однозначных решений, что вот так вот, люминь, берем, отправляем или там что-то взыскиваем, это очень сложно. В области активно реализуется программа по строительству служебного жилья. И это один из этапов по улучшению условий жизни на селе. Мы можем молодому специалисту выплачивать подъемные областные или федеральные деньги, для того, чтобы он, допустим, приобрел жилье. Но у нас есть населенные пункты, где последний раз жилье строилось 40 лет назад. Мы почему, собственно говоря, в том числе и программу по служебному жилью запускаем, с тем, чтобы, то есть если мы приглашаем специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры, в район, то чтобы у них была возможность, пусть на условиях аренды, вот это значит, практически бесплатно, но все-таки жить в неких условиях, извиняюсь, чтобы удобство было в квартире, а не через дорогу. Подводя итог своего визита в Кировскую область, Полпред не исключил, что многие пока еще экспериментальные проекты, которые реализуются на территории нашего региона, в ближайшее время могут быть реализованы и в других субъектах ПФО. Кирилл Альков, Денис Тружков, Вести, Киров.